Значит, губернаторы — это одно из звеньев, которые очень важны. Они, во-первых, принимают очень много решений на местах, ну, без них никак, да? Невозможно сразу там на всех всё решить, да? Это коммунизм такой. Значит, всё равно сейчас, насколько мне известно, будут собирать губернаторов на обучение. Там недельный, курс где-то будет. Интересно. А чего вообще идут? Вот, попроси. Ага. Как заменять функцию на функции? В дальнейшем — сдача экзаменов. Вот. Плюс KPI. То есть губернатором выставляют определённый... Губернатор и другие. Раньше это были выборные, в общем, на местах люди. Сейчас это сверху поставленные люди. Вот. Они находятся... Ну, сейчас их вроде тоже снова выбирать собираются. Ну, ладно. Нет фипца. Ну, да, да. Кому предложат, тому и выберут. Да, да, да. У нас вот до сих пор брежневские времена. Там все встают, когда заходит губернатор. Понятно. Скорее всего, в ближайшее время ничего не изменится. И централизация власти, она только усиливается. Это неплохо. Это нормально. Потому что российская действительность, ну, вообще русская, да, там, российская, короче, советская, короче, все, да, которые на территории были тысячи лет назад, там, это царь, батюшка, вот что он скажет, так и будет. Понятно. Вот, поэтому это нормальная ситуация. Есть, не рассыпаю. То, что губернаторы будут тестировать, они менеджеры, которые поставлены выполнять функции, если функцию плохо выполняют, его заменяют по другому. То есть, все просто, губернаторы должны будут применять новые инструменты, потому что без технологии, умеют применять и применять, а не выполнить KPI, потому что без применения новых функций, новых инструментов, это будет тонуть, это будет неэффективно, в общем, при новой работе, это и социальные инструменты, это и технологические инструменты. В смысле, введение компьютеров везде, где только можно, не знаю, в больницах, там, пожарных, там, везде, везде. Вот, ладно, это идет, в любом случае идет, так или иначе, сейчас интернет практически как в деревне. Про чем мы говорим? Давай про экономику говорим. То есть, это политическое, скорее, это принятие решений. Ну да, это политическое устройство государства, которое, как бы, тоже будет меняться со временем, согласен. Вот, я бы хотел именно про экономику говорить. Политика, это принятие решений, которое может быть разное, но, как сказать... К коммунизму мы сможем прийти такое, прям, прямой демократии? Какое-то время, либо, нереально. На счет демократии, или демократия 2.0. Да. Есть, как сказать, несколько, ну, то, что я видел для себя, то, что я понимаю, несколько разных видений. Первое, это когда толпа принимает решения какие-то, это первое такое, да, там, типа, о, давайте там... И второе, это когда электронная демократия, то есть, вместо существующей, да, на бумажках, становится электронным способом. То есть, я про нее, наверное, и говорю, потому что, когда есть алгоритм, по которому можно выстраивать это принятие решений, и человек, заполнив анкету, либо, там, пройдя по определенному пути, там, нажатие кнопок, он примет это решение и, там, скажет, да, окей, и все. А решение на каком уровне? Значит, есть люди, которые говорят, что я буду, как одна часть общества, это, и вы, там, все вместе будем принимать решения, там, строители галактические, там, союзные, да? Да, да, да. И говорят, типа, вы, как были, там, никто, да, принимаете решение, там, пойти в магазин или пойти в бар. Вот, все, это ваше решение, да, да. А все остальные решения принимаем мы, верхушка пирамиды, а только инструменты другие становятся. То есть, это не на бумажках лучше делается, не то, что надо ехать, там, Иван Федорович, да, как у тебя дела, как жизнь, там, как, что еще, а уже по электронке. Ты кнопку нажимаешь, и вы проголосовали, все, за 10 минут решение принято, и оно пошло уже в действие. Да, вот это, собственно, мы хотим, чтобы убирать. Потому что, скорее всего, мне кажется, пойдет по второму, то есть, именно будет усовершенствование технологической существующей системы. Да, просто будут внедрены технологии, но система принятия системы останется старой. Да, скорее всего, да. Мы этого не хотим, мы хотим сделать систему, которая будет для человека. А вот тут возникает сразу ряд вопросов, которые накладываются на социологию. Вот то, что мы нарисовали вот здесь на этой картинке, что далеко не каждый человек вообще может адекватно принимать решение. То есть, у него есть свои компетенции. Но это нужно еще. Ну, нужно, не нужно, это как бы, он не может физически этого сделать. Не хватает ему компетенций. Знаний, компетенций, да. То есть, надо реально хорошо разбираться, на это надо годы жизни, чтобы узнать. Ну, вот так вот, что, как мы это решим, как мы сможем? А не как. Понимаешь, каждый человек хорош в своем деле. Есть мастер по деревообработке. Ну, президент не будет соревноваться с ним. То есть, пирамиду мы такую большую снизу не построим вавилонскую башню. Значит, так же, как мастер по деревообработке не может соревноваться с мастером там мечей, и тот победит в своем деле. Понятно. И этот победит в своем деле. Вот. То есть, не бывает экспертов, которые лучше в чем. Есть люди, которые хорошо подходят для тех или иных выполнения ролей, функций. То есть, надо воспитывать губернаторов вот именно по технологии IC. Да. Именно так. Значит, это опять же пирамида. Но эта пирамида более прозрачная. То есть, блокчейн, вообще говоря, и технологии, там, децентрализации, демократии 2.0, оно не говорит о том, что теперь вы, там, все вот это стадо, теперь вы будете принимать решения, как там жить. Нет. Это говорит о том, что прозрачность становится и... Нанятия, то есть, да. И люди начинают интересоваться, по крайней мере, почему так произошло. Очень важный момент. Когда становится прозрачность, люди не начинают интересоваться, люди имеют возможность. Да, ну да, имеют возможность, да. Фактически, как было, так и будет. Ну да. То есть, там фундамент, он на уровне культуры, который зашит. Ну да, я просто, как обычно, хочу копнуть глубже куда-нибудь. Ну ладно. Там больше столик. Понятно. Как бы вырезали вот предпринимательство, оно не может родиться сразу. Это культуру надо поменять, а это улучшить. Существует вот вчера, позавчера была вот такая вот тема, да, семинар рассказывал, что культуру создает, ну, все окружение и, в частности, образование, да. Понятно. Ну, как бы засовывают знания ребятишек, а ребятишки потом во взрослой жизни все это там транслирует. Ладно. Отдельно. То есть, поговорим про экономику. Вы снимали? У меня рука уже снова. Экономика в этой системе, повторюсь, да, то есть это взаимодействие между людьми, передача продуктов между, и какая-то мера стоимости. Вот про это мы еще не говорим. Сейчас в современных системах, ну, там доллар, рубли, евро, там, ну, разные, там, да, всякие валюты, при этом эти валюты волатильны, биткоин, там, тоже туда же, да, доллар неустойчивый, там, перспективы вообще закончатся совсем. Значит, существует мнение у меня, что существует какая-то мера стоимости, которая единая для всех народов, наций, там, вообще для всех людей. Единая теория поля, я знаю. Да. Ну, теория поля – это одно, есть, как там, теория всего. Теория всего. Вот. А я говорю про меру стоимости. Значит, я говорю, мера стоимости во все времена – это один час. Но не просто время, да, один час труда. Но мы говорим, что труд бывает разный. Есть компетентный труд. Есть производительность. Да, есть просто, ну, как бы, ну, вот, например, заставь меня там микроэлектроникой заниматься. Ну, я просижу десять часов, и я ничего не сделаю. Да, то есть ноль. То есть мы говорим про час труда такого человека, у которого нету компетенций. Ну, вообще никаких. Вот. Это то, что я обнаружил. Профицированный? Не коалифицированный труд. Разнорабочий, там, сторож, санитар, да. То есть это профессия, которую можно научить за день. Ага. Все, ты курсы прошел, и все, иди, да, все, работай. Вот. Судя по всему, это та мера стоимости, от которой можно плясать. Ну, тоже не могу пока еще универсальность ее понять. Ну, хорошо. То есть, например, один час программиста стоит десять часов.